В третьем классе православной гимназии урок письма. Здесь пишут только перьями и чернилами. Шариковыми ручками не пользуются. Начиная с первого класса мы ребенка учим красиво писать. Это идет от истоков, от Константина Медрича Ушинского, когда дети писали красиво все. Во-первых, это связано с моторикой руки, связано с мозгом, то есть оно развивает и умственные способности тоже. В основе элементы русской классической школы сначала детей учат писать мелом на досочках, потом карандашом в тетрадях. Грифель не должен ломаться. Таким образом вырабатывается нажим, как раз подходящий для пера. Кто научится писать красиво и аккуратно, получает в награду возможность писать пером. Одной из первых в классе это заслужила Ксения Гагиева. На вопрос, что выберет, перо или шариковую ручку, отвечает уверенно. Пером лучше. Почему? Ну и более удобно. Есть перерыв, чтобы отдохнуть в руке. Когда я макаю, я отдыхаю чуть-чуть. Вообще каллиграфия, чистописание, оно способствует такому спокойствию, так скажем, антистресса. То есть выравнивает нервный такой вот фон, нервную систему. Поэтому дети, конечно, они успокаиваются. У нас даже мы сейчас ввели каллиграфию для старшеклассников. Вот мальчишки приходят сюда, пишут. Они такие спокойные, им так нравится. Летом Татьяна Калинина проводила курс для родителей, а владевшие каллиграфией получали сертификат. А в Центральной библиотеке сегодня в День почерка открыли выставку. «Самое первое, что мы хотели показать, это книги из фонда библиотеки. То есть у нас много книг, в которых можно посмотреть, как писал Александр Сергеевич Пушкин, какие он заметки на полях писал, какой почерк у Антона Павловича Чехова или, например, у Бориса Пастернака». Ученые обеспокоены, что в школах в наше время отказываются от чистописания. Между тем занятия письмом развивают креативность. Такого же мнения и наша коллега, редактор соцсетей Камила Мариак. «Во-первых, это действительно успокаивает, как говорят многие психологи, писать от руки – это очень полезно. А во-вторых, это эстетическая составляющая. Это очень красиво, это огромный полет для воображения, для фантазии. И плюс сама буква, она уже действительно оживает». Камила считает, что у каждой буквы есть свой звук, цвет, своя форма. Это целый мир. И использовать его можно в обычной жизни. «Письма от руки – это более душевное, более теплое произведение. Но мы же все подписываем открытки, и можно как-то необычно подписать красиво открытку. Вот, например, я подписала открытку с изображением Нижнего Тагила, и мы можем подарить нашему зрителю». Олег Шкварков, Андрей Белоусов, Максим Юносов. Время новостей – Телекон.